Друзья, всем привет! Вы на канале InvestUpScale. Мы сегодня будем говорить об ICO Boosteroid. Как мы видим, скоро начнется основная фаза токен сейла. Это уже будет третий сейл. Вначале проводили при ICO, две фазы было. И заключительная фаза будет в январе с 15 числа по 15 февраля. Как видим, идет вот этот счет. Сохраните себе, пожалуйста, сайт, кто хочет участвовать. И добавьте информацию в кубокалендарь, чтобы не забыть про участие в данном ICO. Так, давайте сразу по некоторой технической информации. Значит, по токенам. Здесь цена токена была изначально на ICO от 10 центов до 50 центов. Сейчас цена токена уже будет от 1,90 до 2,78. То есть, зависит от того, в какой момент вы купите, на какую скидку попадете. То есть, платформа стандартная ETH, MDRC20. И страна, страна здесь, основной фаундер из Украины. Как ни странно, мало пока мы видели сильных проектов из Украины. Этот исключением является. Так, давайте тогда расскажем, что, собственно, за компания, что она собой представляет. Какой будет продукт. Быстроид это компания, которая будет обеспечивать онлайн доступ к мощностям каких-то высокопроизводительных компьютеров, программам и хранилища в режиме облака. То есть, будет такое 3 в 1, можно сказать. Основной мотив, почему компания решила создавать свой продукт, это, собственно, развитие этого рынка, постепенно увеличивающийся спрос. А спрос на облачные продукты увеличивается каждый год практически в 2 раза. И, как бы, один из таких веских мотивов и факторов, это стоимость аренды мощностей у топовых компаний. То есть, сейчас топовые компании это Amazon, Google, Microsoft и у них стоимости очень-очень большие. Вот, поэтому компания решила создать на облегчение свой продукт, свою технологию, которая будет стоить гораздо дешевле. Но для, самая низкая цена, это будет, по сути, для акционеров, для инвесторов, вот на этапе ICO, поскольку в связи с ростом спроса, стоимость в любом случае будет возрастать. Для компании задача основная состоит в том, чтобы создать качественную базу мощных компьютеров. Эти компьютеры будут, в свою очередь, предоставлять доступ, возможность в открытый доступ за определенную плату. Вот, и с помощью этих компьютеров человек сможет, там, человек или пользователь любой с недостаточно мощным компьютером сможет запускать какую-то новую, например, игру с высокими требованиями, да, или, например, создавать какую-то 3D-модель, либо графические какие-то процессы запускать, да, вот. То есть мы видели подобный проект, который касается конкретно игр, это вот был PlayKey, в котором тоже мы участвовали, он уже сделал очень много ICO, и я думаю, все впереди, да. Но этот, тот проект больше затрагивал тему компьютеров для игр, да, то есть у них была уже такая своя модель, своя платформа круто себя показала. Бустероид больше будет оцелен именно на облачные вот эти хранилища и более мощное создание компьютеров, да, то есть немножко отличается, в общем, технология, но тем не менее, есть косвенные связи. Так, значит, для использования самой структуры будет создано два аккаунта, один будет аккаунт публичный, другой будет приватный аккаунт, то есть публичное облако будет в открытом доступе для определенного количества пользователей, на которые оно сможет обеспечивать, да, потому что пока что платформа еще не такая большая, и не так много компьютеров там есть, но будет разрастаться. А вот приватные аккаунты, они уже будут принадлежать определенной компании, например, которая будет включать в себя там несколько пользователей, да, то есть мы такие технологии, я думаю, вы уже тоже с этим сталкивались, когда для компании определенное количество компьютеров, пользователям необходима там какой-то ресурс. В данном случае этот ресурс будет в виде мощности вычислительных компьютеров, вычислительных, а не только видеокарты, процессоры. Так, значит, что касается, что, если будем говорить по цифрам, то вот по данным консалтинговой фирмы Гертнер, можно тоже почитать о ней в интернете, общие сдержки на использование разного вида облак для хранения или вычисления составили в 2016 году 209 миллиардов долларов, в 2015 – 175 миллиардов долларов, а по прогнозам, вот на 2017 прогнозировали более 246 миллиардов и к 2020 году около 380 миллиардов долларов. То есть с каждым годом вот эти технологии облака все больше входят в тренд и тем самым дают возможность дорабатывать, да, в данном случае эта возможность появляется у бустероид как бы еще одного агента в этой нише. Так, 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 это посмотрели, наверное, по токену, да, давайте по токену. Значит, за один BRT-токен можно будет воспользоваться один час вычислительной мощностью компьютера вот на основе таких видеокарт, таких процессоров. То есть мы видим NVIDIA GeForce. NVIDIA GeForce здесь будет 1080 Ti, два процессора Intel Xeon E5 на 2680 четырехъядерный, RAM 256 гигабайт и SSD до 960 гигабайт. То есть можно более подробно вот только посмотреть, но я тут, да, открыл отдельную вкладку, ладно. Значит, при этом смотрим, какая средняя стоимость, какие средние прайсы, да, то есть 10 долларов, 10.2, 6.45 и в данный момент BTR прайс 1.88, да, при этом довольно серьезные показатели они предоставляют для компьютера, который вы берете по сути в аренду. Так, 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 давайте тогда идти дальше. Это немножко о сервисе, как он будет работать, но здесь довольно все просто и понятно. То есть токены нужны для того, чтобы непосредственно пользоваться услугами компании. Ну вот я примерно просто просчитывал, здесь калькулятор, такая скидка, например, сейчас 1000 токенов, в январе 1880, в феврале 2780. Machine Learning, окей, здесь тоже, в принципе, все понятно, каких-то сверх важных данных нет. По сути по roadmap можно еще сказать, ну вот стадия январь, стандартная финальная цена, да, вот, скидки, которые можно получить, тоже ознакомьтесь. Я сразу говорю, что на определенную сумму буду заходить в проект и, в принципе, я думаю, он очень быстро сможет показывать хорошие результаты. Но это только мое видение, поэтому мне нужно брать его как за основу, то есть опирайтесь, пожалуйста, на свои самостоятельные решения. Так, кто может извлечь профит с ICO, как пользователи, так и трейдеры, ну, естественно, да. Здесь больше речь идет о том, что в основном цена токена будет расти, то есть в любом случае спрос растет и будет раститься на токена. То есть может там через полгода цена токена будет уже около 6 долларов. То есть он в любом случае не будет дешевле, чем на ICO, поскольку спрос на эти облачные продукты будет возрастать. Здесь по roadmap, что важно отметить. Вот буквально в феврале месяце они поднимут мощность питов-вопсов, так называемых, до 10 суперкомпьютеров 2017 года. Да, то есть это будет буквально уже в следующем месяце. В мае будет удобное приложение, будет удобной, будет возможность, скажем так, уже полноценно обмениваться токенами, пользоваться платформой. И Store запускается тоже в мае 2018 года. То есть здесь очень-очень все быстро. По сути, инвестиции в стартап, который уже фактически запущен через 3 месяца. Даже не через 3, а через 2. А по команде. Значит, команда здесь сильная, но такая разношерстная. Здесь и разработчики, и маркетинг, и блокчейн-специалисты, инвестора, предприниматели, адвайзеры с блокчейна, юристы. Ну, в общем, все, кто надо здесь есть. То есть в основном ребята здесь нужны. То есть нет большого списка адвайзеров, каких-то непонятных, которых просто повесили для того, чтобы они висели здесь. Здесь ребята знают свое дело, поэтому им такая... Не было необходимости привлекать сторонних каких-то персон. Итак, это медиа. И раздел вопрос-ответ тоже. Ну, не знаю, если у кого-то вопросы есть, то здесь довольно часто задаваемые эти вопросы. Ознакомьтесь. По white paper. Здесь можно посмотреть немного такой технической информации по вот этим вот всем спецификациям рынка. Это прикольно, интересно, даже просто для ознакомления. White paper небольшой, несложный, поэтому больше технических данных можно, в принципе, здесь с ними ознакомиться. Так, и что у нас здесь еще есть? Блог, твиттер. Ну, я просто сброшу, пожалуй, ссылки на основные ветки. Можно будет смотреть самостоятельно. Проект довольно простой в плане поучаствовать, зайти в него, сделать какие-то выводы. Поэтому, я думаю, можете это делать даже самостоятельно. То есть моя задача это дать такую наводку на хороший перспективный проект. Поэтому здесь все, будем заканчивать. Если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии, поскольку наш чат отныне закрыт. На этом все. Желаю подписчикам нашим выбирать правильные и успешные проекты. Всем пока!